Здравствуйте. Добрый день. А скажите, кто вы, откуда? У нас все записывается и ставится в интернет. Вы не против? Нет, 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 я в курсе. Говорите немножко хотя бы себе. Меня зовут Матвей. Мне 21 год. Я родом из Ярославля. Сейчас живу в Москве и учусь в Плехановском институте. В каком? В Плехановском. А, в Плехановке. Слушаю. Вот, значит, вас я смотрю где-то около года. Стараюсь не пропускать ваши ролики. Иногда просто не успеваю, потому что там несколько часов в день вы выкладываете, а сами понимаете, учебу. Но я стараюсь смотреть. Обзор вашей рубрики теперь. Дни. Когда вы отвечаете на вопросы в конце дня. Вот это тоже смотрю. Хотел сказать спасибо за то, что вы делаете. У вас можно поучиться такой, знаете, волей, что ли, твердости характера, которая не мешала бы многим современным священникам. Спасибо. Теперь по поводу вопросов. Ну, у меня есть несколько вопросов. Сначала по Библии, ну а потом уже дальше я продолжу. Можно начинать? Да, конечно. Такой вопрос вот. Когда я ходил в воскресную школу еще в детстве, мы всегда учили, что ангел — это априорит такое существо безгрешное. Ну, такое определение своеобразное было. И мне всегда было непонятно. Если ангел — это, в принципе, существо безгрешное, то как тогда один из ангелов мог согрешить и пастись за дьяволом? То есть причина падения — одно место Библии только указывает на это. Когда апостол Павел говорит, что в тресетера не ставили молодых, дабы он не подпал осуждению по гордости вместе с дьяволом. Единственное место в Библии, которое Иоанн Златоус объясняет, что значит, пал от гордости. А откуда известно? Книга Порока Исаии, 14 глава, Иезекииля, 28. Вы потом будете смотреть ролик, увидите. А именно вот гордость. А откуда гордость делась? На это Библия молчит. Иоанн Златоус опять же отвечает. О чем Библия молчит? О том не рассуждаем. То есть Бог сокрыл это. Как могло быть? Чистое. Зла нигде не было и как? Никто не знает. Дальше происхождение уже развивается. Тут уже можно рассуждать. Но первоначальная точка, она сокрыта. Как она могла вообще эта гордость возникнуть? Как он мог подумать, что равный Богу будет? И говорит богам. Какие боги? Значит, речь шла, видимо, о Троице все-таки. Тут много загадок. И поэтому нужно научиться себя укорачивать. Вот об этом Давид говорит, надо посмотреть, 140-й Псалом. И он говорит, не смирял ли я души, как дитяти, отнятого от груди матери. Я не входил в великое и для меня недосягаемое. То есть уметь сказать, нет, Бог запретил. И мне Бог дал вот эту мудрость понять, что я ничего не знаю. Это большая мудрость. Когда я нигде не следовал. Вот я всегда думаю, Павел Флоренский. Ну, кого я знаю, такие большие были, как считается, богословы, лоски. Зачем они заходили за эту грань? Даже протопопа в вакуум. Это начал договорился, что четыре лица Троицы. Зачем? Я вот разговаривал лично сам с Александром Менем. Это человек энциклипедического ума был. Ну да, я читал почти все. И у меня беседы выставлены на нашем сайте с ним. Но зачем он стал говорить то, чего в Библии нет? Меня всегда это трогало. Вот Бог дал мне этот талант. Признать, что я ничего не знаю, и тебе знать не надо. Я никогда не спорю с католиками об исхождении Духа Святого. Никогда. Зачем? Когда Священное Писание дает прямо определение, что и это, и это верно. И половина святых отцов понимали исходящие от Отца и Сына, а другие только от Отца. Я понял грань, за которую нельзя заглядывать. Я исповедую так, как исповедует Православная Церковь. Но спорить с католиками не буду на эту тему. А при Мате Папса тут я с ними могу разговаривать долго. Нет такого в Писании, чтобы Папе Римскому все подчинялись епископу. Ну вот я просто к месту, что надо уметь, а у корот себе дать. Я помню, вы говорили, что у них глава церкви Папа, а у нас это... Да, да. Ну вот я примеру просто сказал. Дальше. Дальше вопрос. Вот вчера спорили с ребятами, с друзьями по поводу лет, лет исчисления. Ведь по Библии нам больше семи тысяч лет, а если мы берем науку, то нам, ну там, несколько миллионов лет Земле, там несколько миллиардов Вселенной. И у нас был спор. Одни говорили, что наука не противоречит, а другие говорили, что Библия, она опровергает науку этим самым. Вот как вы думаете, к вашей точке зрения какая она? Видите, что я не думаю. Сразу первый вопрос. Я верю. Написано, блажен верующий. Я верю и как дается по той хронологии, которая нам пришла от греков. Первый. Пять тысяч пятьсот восемь лет. От Адама до Христоса Христова. Пять тысяч пятьсот восемь. Значит, это уже... Теперь... Сегодня идет две тысячи шестнадцатый. Но шестнадцатый ли? Я теперь не могу точно сказать, в каком году обнаружили ошибку. И ошибка эта в четыре года. А в чем дело? Все раскопки данных архивов показали, что Ирод умер, когда Христа не было. А этого не могло быть. Ирод гнал. Мы должны это увидеть как. А как же получилось? Вот случилось так. Был ученый монах Дионисий Малый. И он рассчитывал Пасхалью. В каком году и как... Когда Пасха-то она движется, должна соответствовать чему? Весеннее равнодельствие. Двадцать первое марта. За ним первое полнолуние. После этого первое воскресенье. Вот почему Пасха гуляет туда и сюда. А по лунному календарю она четырнадцатого Ниссана или Авива. Там по-разному месяца так называется. И вот он рассчитывает. Это рассчитывать надо лунный календарь и солнечный цикл. Двадцать восемь на девятнадцать. Он-то этого не знал. И он высчитал, что... Он как на таблицу Менделеева раскладывал. Смотрел Пасха тогда, седьмого апреля. Следующий год она пятна. Дальше в марте. И видит, через пятьсот тридцать два года полностью стало повторяться. Он рассчитывает, а сам уже смотрит. Пятьсот тридцать два года цикл. Он не понял, что это связано с луной, с солнцем-то. Он просто знал, как это высчитывать. И он тогда подал, видимо, записку. Там подробности разные было. Что не есть ли это указание на то, что пятьсот тридцать два года назад Христос родился. Потому что летоисчисление шло от Деклетиана, главного гонителя. Но это вообще даже придумать нельзя. Не было никакого Рождества. Никто не знал его. Ну и подумали, что так. Но когда раскопки показали, что Ирод на четыре года позже, значит, нужно добавлять четыре. Сейчас идет двадцатый год. Но так как ни на чем это не отражается, и все. Четыре года никак не больше. И пять тысяч пятьсот восемь. Мы можем узнать сейчас, когда возник русский язык. А когда он возник? Ну, в 1656 году от Адама был всемирный потоп. Показывай. Спустя семьсот двадцать один год, заметьте, какая точность. Строительство Вавилонской башни, где Бог смешал языки. Ну, 1656, 721 прибавляй. Ну и теперь сколько до Христа? От Христа ту цифру отнимай, и тебе сколько лет русскому языку? Очень просто. Вот какое летоисчисление. И на этом мы должны остановиться. А как же раскопки показывают? А что они показывают? Стоянки человека не обнаружено ни одной больше пяти тысяч лет. Ни одной. А как же, говорят миллионы? Животные, мамонты. И говорят, мамонты вымерли тогда-то, а сейчас там на полуострове Таймыр, что ли, найден мамонт. И его полные исследования там показали сегодня. Ну, это ЛИКО, углеводородный метод 1214. А показали, что он погиб четыре с половиной или две с половиной тысячи лет назад. Всего-то. А говорили миллионы лет. Это вообще фурор в науке. То есть они были, и у него там, что завалило его, и у него в животе трава вся целая, которую он ел. Но сегодня радиоактивным методом могут определиться с очень большой точностью. И вот видите, как в науке. А наука говорит, а вот кости там, неордоталис, астралопитек, глупости. Это все уже доказано. Оказывается, кости, принадлежащие разным приматам, которые находились на расстоянии до трех метров, а которые раскопал, теперь сложили вместе, ну, подтвердить теорию Дарвина. Больше тех цифр, которые сейчас вы услышали, в Библии нигде нету, ни в науке нигде нету. И они не противоречат. Наука ничего не может изъять из Библии. Она, во-первых, это не ее полномочия. А она должна смотреть, если, говорится, не сходится данное, они должны искать где-то подтверждение. Вот нашли в Ковчег, говорят. Теперь разными методами показывают. С точностью до одного года указано время, когда он был присыпан там, и что там с ним было. Ну, на горе Арарат. Вот и все. А динозавры. Да, то есть никаких изменений в Библии нет. И это не противоречит научным данным на сегодняшний день. Наука – это вещь сложная. Недавно, ну, недавно, как в газете «Известия» писали, один пастух в Казахстане на поле нашел камень, большой камень, большой. И на нем надписи какие-то. Ну, он поделился. А тут археологический музей. А те в институт. Поехали. Правда. Там как понаехали. Инсталили все. Они не знают, а может еще что-то есть. Надо разгадать, на каком языке. Ну, и кран приехал, большой камень этот подняли на платформу и увезли. И там его на месте исследуют. Защитили одну докторскую, несколько кандидатских, говорят. Хет. Исчезнувший народ написал это. Ну, один как-то случайно появился здесь, говорит. От откуда у вас камень-то? О, это находка, это знаете как. Он, какая находка. Мы кинофильм снимали, говорит. Вот у нас, говорит, он живой еще. Он выдалблел зубилом здесь эту надпись-то. Мы ее взяли, говорит, там, которая обнаружена. А они уперлись, потому что уже питаются, уже кандидатские, уже докторские. Газета «Известия» все высмеивает. Ну, нельзя же быть таким, ну, одно обнаружилось, ну, можно было ошибиться. Но пастух-то все это обнаружил. А ему и рубля не дали. Вот и все. Понял. Сейчас такой вопрос. Как вы относитесь к современным православным телеканалам, типа «Союз», «Спас», «Тарград ТВ», вот эти все? А что именно? Ну, «Союз», например, самым популярным. «Союз», ну, что, надо смотреть. «Союз», если единонамышленников, он должен иметь какую-то цель, что они преследуют, какая программа. Я не могу сказать, потому что не встречался. А вы не смотрели, да? Нет, я не знаю просто. И не нуждаюсь в этом. Да. Дело в том, что монархическое общество «Ангель-Гарти» в Москве было встречался. Общество память, Василий Дмитрий Дмитриевич, я с ним встречался в Москве. Я могу сказать. У меня все документы их есть. Но это люди, желающие добра. Но пошли не тем путем. «Союз» — это православный канал по телевизору. Я не смотрю телевизор, поэтому не могу сказать. Мне нужно знать их программу. Вот сейчас спрашивают. Готовится восьмой всеправославный собор. Да это уже печать антихриста, то другое. Я не могу к патриарху выйти. Но что в печати напечатано, я прочитал. Если они дальше лукавить не будут. Там я ничего не нашел, что противоречит священному писанию. То есть, ну, без придирок я смотрю-то. Если бы я враждебен был патриархией, я бы нашел там недостатки. Но я посмотрел, для меня, для простого человека, мирянина, там нечего пугаться. Я теперь молюсь, чтобы у них все было благополучно. Но у меня сомнения есть, все ли будет так, как они наметили. Как коммунисты. Сначала сказали, все, а потом в ГУЛАГ и пошло все. Как и Гитлер обманом приходит к власти-то. Ну да. Вот такая история. Понял. Игнат Тихонович, еще такой вопрос у меня. Немножко отстраненный от всех тех, что были раньше. Я, ну, еще пару слов с тебе. Я где-то, ну, с девятого класса начал увлекаться видеосъемкой. Ну, сначала, как вы, снимал все вокруг. Меня это очень почему-то с детства пленило, что вот так можно запечатлеть то, что есть сейчас, и потом посмотреть на это. Вот. И я начал этим увлекаться. И сейчас, ну, в начале еще учебы, начал снимать разные видеоролики. Начал брать интервью, начал какой-то короткий метр художественные фильмы. Вот. Сейчас вот тоже снимаю исторический фильм про университет свой. И мне очень хотелось бы снять небольшой документальный фильм про таких живых людей, настоящих, которые сейчас есть в России. И как вы относитесь к тому, если бы мы что-то попробовали подобное сделать, например, этим летом? Я бы с удовольствием хотел снять у вас какой-то документальный фильм, который можно было бы использовать. Что вы на это скажете? Я вас не знаю. Это первое. Ну да. А второе, как это будет использовано. И, несмотря на это, я могу согласиться. Дело в том, что я оказался участником уже четырех фильмов государственных. Мне долго звонили, режиссеры приезжали, уговаривали. Я года два манежил их. Я не склонен к этому. Но фильм сняли. И фильм называется «Предчувствие». «Предчувствие», да? Да. «Предчувствие». Это красноярская... Это три студии в стране было в советское время, еще в советское время. Красноярский филиал на Свердловской киностудии и Красноярской. Режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич. Вот история его какая. У них, вообще-то, они все это обдумали. Но фильм был непростой. И мне пришлось там, ну, снимать все много. Вот. И они опоздали, когда фильм был в Югославии, международный конкурс. И они опоздали. Ну, там уже первый, второй, третий поделили. Но он как-то стал говорить и говорит, ну, посмотрите хотя бы уже. Ну, раз опоздали, то опоздали. И уговорил. И когда они посмотрели, то этот фильм всех сдвинул. Сразу занял первое место. А который первый на второе перешел, а второй на третье. Он занял первое место на международном кинофестивале «Золотой Витязь». Проходит какое-то время, и этот режиссер снова появляется у нас в Потеряевке. Мы решили еще снять фильм. Мы уже снимали. Нет, тут еще другую сторону надо. Я понимаю. Ну, снимайте. Они сняли его. Он занял первое место в России. Вы понимаете, это не просто так. Ну, хороший режиссер попался. Да. Третий документальный фильм «Новосибирская ОП» снимает. Там дошло дело до того, что режиссер лишился жизни. Он ездил с патриархом Алексеем Вторым. Единственный режиссер был. И фильм поставил так, что будто бы мы с патриархом сидим по разным сторонам стола и беседуем об одном и том же. И показал так, что они не правы. А как фильм называется этот? Фильм этот называется, сейчас вам скажу, полное название его. «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Он есть на нашем сайте. Эти фильмы все на нашем сайте. Вы просто в Яндексе зарядите или в Гугле сайт «Восвяти Библии». Да я у вас был. Сайт, сайт именно. А там где звук видео, и там дальше найдете. Но это не лучшего качества. Потому что снимали, цифровали сами уже затертых и прочее. Он сам поехал, режиссер. Я попросил его, он в Москве был, чтобы дали снять. Ему не дали. Платить сто тысяч надо было. За то, чтобы режиссеру снять копию. Вообще, настолько интересно. Так что, еще один был фильм «Преображение». Тоже можете увидеть. Так. Снимал Малашин. «Второе крещение» это Малашин. Режиссер Малашин Юрий Николаевич. И тот тоже Малашин снимал. Это два фильма. И там тоже я участвую. Четыре фильма. И эти фильмы были замечены. Их продавали в каждом почти метро, говорит, в Москве. Меня считали миллионером. А я ни одной копейки не получил. Никакой. Я приехал в Америку когда. А там фильмы эти смотрят. И я приехал как на готовое. А мы смотрели. Баптисты все покупали. Вот у Анна Златоуста есть такое выражение. Слава имеет свойство. Если ты за ней гонишься, она убегает от тебя, как целомудренная девица. А если ты убегаешь от славы, она за тобой гонится. Чем больше я отнекивался, тем больше получилось вот именно так. И при том как-то объявились какие-то знаменитости. Там что-то в Москве конкурс был. Ну, написать о наших современниках. Там пример с кого можно было брать-то. И один уцепился за меня. Попов Ваня. Ну, а отец его меня знал. Он ему сказал. Ну, и это общесоюзно, общероссийский уже во время, после перестройки-то. Ну, он много написал. Из книг уже у меня книги начали выходить. И что снято было. И занял первое место. Он в девятом, что ли, классе был. Но первое место не получил. Пока он ехал в Москву, первое место отдали другому. Еврейскому мальчику. Потому что вся эта тематика и придуман конкурс был евреями. Но мальчику, который написал о синагоге. О синагоге. И первое место. Я говорю, так ты рада взявания хоть второму. Пока ехал, там получилось на первое. А тут наоборот. В мире есть много интересных вещей, как Горацио говорит. С чего мы, говорит, не знаем. Я не против. Но ко мне тут пришли как-то режиссер. Новый фильм снимает. И вот пришли, вот в этой комнате стоят. А снимают именно, как строили здесь дорогу когда-то. Это ГУЛАГ. И ко мне почему-то они прибились. Я говорю, а вы меня знаете, хорошо знаете. Но это я буду говорить то, что не понравится. Вы подумайте, иначе у вас режиссерское звание уйдет. Вполне может быть. Я захочу современных правителей, и патриарха, и всех. Правда, они больше ко мне не пришли. А пришли с Золотухиным. Такой артист был умер. Валерий Сергеевич. Он алтайский. Я стараюсь всю жизнь не лгать и говорить перед Богом, перед Рисом Божиим. Никому не угождая. И поэтому одни в этом душе нещают, а другие отплевываются. Из-за тебя, говорит, я пострадал. Мне по шапке дали. Так что вы тоже смотрите. Будете, если ближе со мной знаться, то есть люди, которые за нами гоняются. Я уже наслышанным нигде. И они вам начнут заливать такое. Притом они никто. Как недавно один мне сказал, тут Сергей парализован. Вы просто не знаете. И доверчивый, как ребенок. Это демоны, демоны. По другими именами заходят, взламывают, там пакости делают. Говорят, сейчас в Одноклассе две страницы открыли под моим именем. И нарисовали меня там в грязи стою, там рога какие-то. Мне кажется, не надо на них внимание обращать до какого. Не надо, но смешно все равно. Но, как мне проректор сказал, вот любая антиреклама, это все же реклама. Ну это да, согласен. Обо мне писали, писали, когда меня судили за слово Божие, я там по тюрьму шел. А через ООН там сделался известным в Америке. Оттуда приглашение пригласили. Я по всей Америке катался, ездил, выступал. А как бы и та беда, что они на меня накатили, меня бы никто и не знал. И когда в Америке спросили, какие вам были притеснения от КГБ, я говорю, никаких. Кроме того, что сделали известным. Я у вас в гостях. Я приехал, до КГБ приехали, руку жмут. А они все знают. А я говорю, там в Голосе Америки выступал. Я не люблю слово патриот, но патриотически пришлось сказать. А так. Ну а вы, в принципе, не против, да? Да. Не против. Только вы, ну, режиссеру, нужно писать. Я недавно смотрел, это, новая профессия Ивана Васильевича. Вы помните, там Иван Грозный, как... А, старый фильм советский. Да, старый фильм. И как готовился, который там, какой-то фамилия, Индай или какой-то там режиссер. И вот как они готовят, как рисуют, как должно выглядеть. И все это. Это большая работа у режиссера. Нет, но у нас же есть опыт какой-то. То есть сценарий я вам обязательно пришлю заранее. Мы вернем вместе. Ну вот, значит, серьезно надо подойти, чтобы было... Конечно. Пожалуйста. Ну, в принципе, Иван Тихонович, по вопросам у меня все. Вот. Я от вас положительные, как сказать, эмоции получил. Значит, будем работать. Если будет у вас время, еще позвоню, спрошу что-нибудь. Договоримся. Спасибо вам. Да. Только я хочу вас заранее предупредить. Да. Что я говорю без приглядки в глаза людям. Я говорю в согласии со Словом Божьим. Библия. Каноны церковные. Православная патристика и житья святых. Вот четыре параметра, по которым стараюсь отвечать. То и другое. Бог дал мне память и это знать. Поэтому я не могу быть другим. Меня переделать уже невозможно. Я 53 года ковал себя таким. Поэтому вы ожидаете чего-то, а я совсем не такой. Так что сильно не разочаруйтесь. Да нет. Почему? Я примерно представляю, что так и будет. И это хорошо. Ну, во славу Божию. Спасибо вам. Храни вас Господь. До свидания.